Добрый день, уважаемые зрители нашего канала. Сегодня 21 июня. Мы находимся в Сараме, в нашей теплице. В рассадном отделении. Как видите, рассада готова томата. Это гибрид Дорота от компании Клосс. И вообще много вопросов о том, какой гибрид нужно выбрать на летний-осенний оборот. Как выбрать, какие основные должны быть у гибрида характеристики. Ну, во-первых, дальше я хочу отметить, что мы выбираем Дорота. Почему? Он нравится тем, что он не ранний гибрид. То есть, если на весну для нас важно выбрать гибрид с максимально ранним сроком, созревания, потому что чем раньше вы собираете, тем вы выходите раньше на рынок, чем ваши, так бы сказать, конкуренты. И цена на вашу продукцию выше. Здесь же наоборот, когда мы говорим о летне-осеннем обороте, нам нужно, чтобы гибрид был либо среднего срока созревания, либо там средне-позднего срока созревания, для того, чтобы вы не начали выходить с вашей продукции, тогда, когда еще открытый грунт продолжает собирать плоды. То есть, основное плодозначение должно идти на вторую половину октября и позднее. Это первый момент. Второй момент. Нужно выбирать гибриды, которые устойчивы к жаре. То есть, при высоких температурах у многих гибридов есть такая проблема, что они очень плохо ловят зависть, то есть, не опыляются, цветы осыпаются. Поэтому гибрид должен быть устойчивым к высоким температурам, который способен образовывать зависть даже при высоких температурах. Третий момент. Нужно выбирать гибриды. Для гибридов есть такая проблема. у них при низкой влажности воздуха у них не наливаются плоды то есть даже если они хорошо опылились зависть поймали вот эти плоды они стоят маленькие и никак не накачиваются не наливаются то есть это даже не связано с питанием который вы даете это связано именно с низкой влажностью а летом у нас естественно влажность воздуха не очень низкая поэтому старайтесь убирать гибриды которые устойчивы к низкой влажности воздуха и способны накачивать ваш воды, да, увеличивать, наращивать массу плода, даже при низкой влажности воздуха. И следующий момент, да, немаловажный, это сейчас, конечно же, устойчивость гибрида к вирусам, такому вирусу, как вирус желтой курчавости, ТВ, да, и сейчас ТОПРФ вирус, также это, ну, можно сказать, относительно новая проблема, и селекционеры различных компаний стараются выводить гибриды, да, хотя бы там с промежуточной устойчивостью, с какой-либо устойчивостью к этому вирусу, сейчас у нас также есть несколько гибридов, мы их будем испытывать, устойчивые к вирусу ТОПРФ, ну, как испытывать, в принципе, слава богу, у нас здесь такой проблемы не было, поэтому, как бы, именно конкретно на устойчивость это, наверное, мы не сможем проверить, но считается, что устойчивые к вирусам гибриды, они менее урожайные, то есть мы будем на это смотреть, будем их проверять, как они себя будут проявлять, то есть будем смотреть на три и другие характеристики, как я сказал, способность завязывать плоды в жару, способность наращивать массу плода при низкой влажности и скороспелость, то есть даже не скороспелость, а нам нужно более поздней спелости, чтобы плоды у нас завязались, накачались на вот этой бесплатном солнце, бесплатном тепле, и когда уже у нас начнется осенняя холода, то есть чтобы плодам осталось только дозреть, то есть вот эта масса, которую они уже набрали, то есть чтобы плоды дозрели, набрали цвет, вкус, чуть-чуть еще так же массу набрали и, то есть показали хорошую урожайность, чтобы эти гибриды, будем на это смотреть. Также надеюсь, что все это мы сможем записать и показать вам.